и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всем 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 добро пожаловать на канал турецкие байки меня зовут Оля для тех кто новенький на канале не забывайте ставить лайки подписываться на канал нажимайте на колокольчик для уведомления на новые видео сегодня мы разберем очень тяжелый мне кажется анонимный вопрос противоречивый на мой взгляд и ну довольно сложный даже для меня девушки анониму огромное спасибо что вы поделились я считаю что это очень важно озвучивать такие истории потому что девушки которые выходят замуж в турцию но могут с таким столкнуться как минимум еще чтобы я хотела сказать извиняюсь у меня иногда ветер завывает ну не погода в турции не погода на улице тепло жарко но ветер конечно страшно вдобавок мы еще на горе как вы видите мне пришлось переместиться домой потому что не дает мне непогода заснять на балконе хотя там достаточно тепло и жарко и так я зачитаю и мы все вместе разберем здравствуйте олечка меня зовут не скажу как я подсела на ваш канал и относительно недавно расскажу о себе мне 30 плюс скажем вашему мужу на 4 года он вас старше мы женаты уже третий год мы живем на побережье я так понимаю у вас тоже там не погода большой красивый город называть его тоже не буду не скажу вы пишете что прямо идеальный брак разное было ссоры непонимание стычки менталитетов но точно знаю что это мой человек родственники масла в огонь подливали и подливают моя история будет конкретно о родственниках а точнее о свекрови мой муж сразу сказал что не хочет чтобы я работала я согласилась немного жалела всегда стане пыталась найти работу а потом поняла что это сложно для ябанжи кто не знает что такое ябанжи это иностранка и быть в положении не работающей эвханым лучше и проще чем когда наших девочек здесь свекрови куском хлеба попрекают эвханым это домохозяйка ну да есть кстати такое что свекрови иногда вот там она много кушает много тратит и пытается влезть в бюджет молодой семьи есть такое свекровь у меня вы пишете тоже не работающая закрытая очень любопытная неудержимая энергичная юркая сует свой длинный нос везде и замужние сестры моего мужа не позволяют ей влазить в свою жизнь а еще до свадьбы я попросила мужа чтобы родственники приходили по предварительной договоренности ну и на крайний случай по звонку муж это сразу одобрил поскольку и сам любит разгуливать в семейниках иногда с баночкой пива и неожиданные визиты маман с нравоучениями его тоже не особо радовали хотя маму свою очень любит он поговорил со всеми своими родственниками что невестка иностранка что ей нужно время напривыкнуть и ее беспокоить не нужно потому что ей не понравится турции она уедет а тогда он расстроится он мне так объяснил не знаю насколько правда и действительно сестры обычно предупреждают о визите за пару-тройку дней но не маман маман оговорюсь живет от нас 20 минутах на автобусе для нее правила не писаны и даже после свадьбы часто просто ошивалась у нас переставляя мои вещи наводять порядок на моей кухне раскладывая по моему серванту подаренные ею же салфетки не реагировала ни на мою кислую физиономию естественно в лицо ей не грубило но и улыбаться такому наглому вторжению в нашу жизнь я не хотела она часто сидела у нас примерно с трех дня до вечера пока муж не приезжал с работы мы ужинали вместе и часам к 11 муж часто на машине отвозил ее домой иногда позже но тогда уже я старалась намекнуть что время позднее как бы спать пора конечно же плюс в том что готовила как она говорила для молодых для сына у нас в доме была вся новая техника она плакалась мужем что вот у вас все такое новое а у нее посудомойка барахлит то блендер сломался муж тогда и купил новый блендер я не хотела ругаться но и развлекать ее не собиралась занималась своими делами по возможности она ожидая сына с работы смотрела сериалы и гоняла чай потом как выяснилось позже она дома рассказывала что невестка ничего не умеет поэтому ей каждый день нужно быть там в кавычках ну то есть у вас дома готовить и прибираться муж как-то проболтался о внутри семейных сплетнях обо мне меня это положение вещей напрягала выводила из себя я естественно жалуюсь мужу поначалу муж не реагировал и даже ругался со мной посмотри мама пришла тебе помогать все приготовила тебе готовить не нужно только отдыхай но потом и его маман достала я не слишком поняла почему почему они поругались но не тот уровень турецкого а муж не признается но суть в том что она затронула какую-то щекотливую денежную тему он рассердился до такой степени что даже повысил на нее голос она горда и обижена тогда ушла несколько дней не разговаривали а потом позвонил извинился она сказала что прощает но неумехи гелин вы в кавычках пишите помогать больше не будет прям одолжение сделал я думаю вы передохнули а вот вы пишите ой а мне-то как полегчало и без ссоры с маман ситуация сама собой разрулилась простите за много букв но это лишь начало истории далее мы ругались мирились муж работал я занималась домом пошла на курсы турецкого одним словом просто жили вы пишите большими буквами мама не приезжала мы к ней ездили по ее приглашением пару раз в месяц поужинать муж потрепаться с отцом с ней иногда там же пересекались с сестрами их семьями ездить было всегда не слишком приятно потому что я не люблю бесконечные чайные посиделки вроде мир дружба жвачка так получилось что муж с получением повышения по работе получил еще обязанности периодически уезжать в стамбул для разрешения различных вопросов фирмы не особо долго раз-два в месяц на два-три дня поначалу боялся за меня как я буду говорил что будет просить маман пожить со мной я естественно была против уже хватило мне посиделок со свекрови да и не маленькая разберусь в первую поездку он был напряженный переживал свободные минуты выходил на видеосвязь но убедившись что в порядке расслабился его родственникам я упросила не сообщать понимаю что просто посидеть в одиночестве и в тишине мне не удастся муж скрипя сердцем согласился я прекрасно провела это время посвятив его йоги и любимым сериалом спокойствие продолжалось ровно до следующей поездки поскольку сразу после первой он раз позвонил о своих новых обязанностях всем его спросили с кем жена на ответ одна посыпалась сразу что ты оставил иностранку одну есть же страшно а вдруг что-нибудь случилось мой муж выслушивал все это от родственников приехала старшая сестра предлагала отправлять меня к ней свекровь предлагала приезжать в мой дом в этом всем сумбуре я тщетно пыталась вставить свое слово что ничего не нужно я взрослый человек следующая поездка муж в стамбуле договорились с ним никому ничего не сообщать чтобы больше не выслушивать звонок в дверь никого не жду не открываю естественно и даже не спрашиваю смотрю поворачивается замок и кто-то открывает дверь ключом я в шоке еще бы я вообще там заорала наверно в дверь как к себе домой заходит свекровь смотрит на обалдевшую меня и спрашивает ты дома а дверь почему не открываешь такую свекрови еще откуда-то ключи от нашей квартиры свекровь заходит располагается как у себя дома снова телевизор сериалы чайник ставит я пытаюсь дозвониться мужу наконец он отвечает объясняю ситуацию он поморщился отвечает ты помнишь ты улетела на родину купил вытяжку на кухню он тогда работал а должен был прийти мастер и установить вот тогда он дал запасной ключ матери а забрать забыл просит позвать мать к телефону я ясно слышу что он ей говорит отдать мне ключ когда будет уходить она как бы не хотят а мам и все продолжает смотреть телевизор через некоторое время шарится на кухне а у меня в холодильнике ничего нет сама планировала перекусить бутиками и ничего не готовить слышу уже охает что дома есть нечего снова наливает себе чай сижу не реагирую тут как детектив скучайте читаю аж самой так хоть злость закипает внутри как в чайнике она с чаем ко мне уже подходит что дома емек йог ну кто не знает это дома нет еды что приготовить я говорю я не голодная и снова садится за сериал я-то долго могу терпеть голод а кормить ее я не собиралась жду когда она домой пойдет свои подружки пишу в фейсе позвони мне так и так типа я с тобой в кафе пойду она перезванивает мы общаемся на русском громко вижу что свекровь слушается и изо всех сил пытается понять после звонка говорю ей я ухожу аркадаш ждет меня в кафе аркадаш это друг на турецком добавляю что это крыс аркадаш крыс это девушка девочка она я с тобой пойду муж в разъезде ты не можешь ходить одна я говорю что это встреча русских мне подруга и так далее это невозможно тогда она так хитро ты не с подругой идешь встречаться а с мужчиной и еще с улыбкой что я то все знаю поэтому пришла чтобы ты чтобы другой мужчина не пришел в квартиру я говорю я иду к подруге вы идите домой верните ключ от моей квартиры она нехотя выложила ключ мне аж на душе полегчало она ушла бормоча под нос что-то я даже не хотела вслушиваться я перезвонила мужу рассказала все он отреагировал с улыбкой сказал знаю она уже закидала сообщениями что твоя жена гуляет с другими мужчинами пока ты в разъезде и домой водит и выгнала и ключ грубо отобрала вроде посмеялся но все равно с грустной улыбкой обещал поговорить с маман как вернется сдержал обещание но это не важно я поставил условие что больше туда не ногой он согласился что только на байрамы и все на ужины и посиделки не могу ходить я согласилась на байрамы перетерплю теперь думаю может стоит с ним все равно ходить чтобы не настраивали против меня пока меня рядом нету с другой стороны доверяю мужу и он мне на следующий байрам придется идти как она мне вообще в глаза смотреть будет она распускала слухи обо мне о жене своего сына что я изменяю ему и даже могла нас поссорить или развести неужели после этого она может принять меня я мужа спрашиваю об этом он говорит забудь бершей олмаз я не знаю как забыть стоит ли вот уже была пятая командировка мужа и родственники не появлялись муж говорит его отец иногда ему звонит спрашивает обо мне не нужно ли мне что-то если нужно чтобы к нему обращалась отец хороший у мужа они одинаковые добрые не понимаю как он живет с такой женщины оля что думаете об этом все если надежда на хорошие отношения или лучше оставим все как есть или после байрама будет видно спасибо что дочитали прикрепляю наши фото фото маман кстати я ее всегда звала в угоду анне сообщение мужа с телефона что успела перекопировать и мою надежду на ваш ответ и ваше с вложением имя ну очень грустная история если честно я выскажу чисто мое мнение раз уж вы мне именно написали хоть бы и недавно на моем канале но наверное где-то вы слышали проскользовало что у нас свекровь то не очень хорошие мы уже сколько со свекровью не общаемся больше наверное двух лет да то есть и муж с ней вообще не разговаривал и так далее отношения не наладятся к сожалению она может сказать что она все прощает кстати говоря вас простить и потом дальше распространять слухи они обычно такие свекрови не меняются все время нужно быть готовыми к удару моральному какой-нибудь держать ушки востро быть во всем внимании не удивляться когда эти удары будут сыпаться очень радует меня ваш муж он молодец настоящий мужчина с большой буквы м поговорил со свекровью вроде как растаял родственников по местам хороший мне кажется что и сестры у вашего мужа такие все интеллигентные не лезут как многие здесь заловки знаете с советами со своей жизнью и так далее им объяснили они так вроде как согласились но я очень надеюсь что это именно так очень мало их упоминаете но в тех упоминаниях которые есть чувствуется симпатия может быть лучше с ними на зладить связь и мужу будет приятно и общаться будете а вот со свекровью но это большой огромный вопрос на мой взгляд оставить все как есть и посмотреть что будет на следующем барами пока что только так на следующем барами тоже меньше говорите больше наблюдайте сядьте в уголочки и за всем наблюдайте долго тоже на барами постарайтесь не задерживаться потому что напряжение может вылиться в любой конфликт пройдет первый барам туда-сюда второй барам и свекровь дважды увидит вас как минимум дома немножко расслабиться что вы ей не желаете зла после того как она по сути вам много зла сделала она же по себе судит она чисто думает что вы сейчас ей мстить будете она там немножко расслабиться может быть менее напряженные будут отношения но доверие как смятая бумага уже потом не разгладишь я даже не советую полностью разглаживать доверять этой женщине и так далее конечно врагов надо держать близко около себя но не настолько близко как вот было что она каждый день у вас там сидела это я с ума сошла правда когда ты знаешь что это твоя квартира каждый день приходит и по сути жить мешает к сожалению это все что я могу сказать по этому поводу а на этом все друзья мои всем любви добра и счастья и отличного настроения ну и не дай бог чтобы такая свекровь попадалась пока пока